Всем привет! Здесь я хочу проверить, оказывает ли толщина термопрокладок влияние на эффективность теплоотвода. Термоинтерфейсы данного типа достаточно широко используются в видеокартах, ноутбуках и ряде других устройствах микроэлектроники. Их эффективность попробую протестировать путем отвода тепла от М2 накопителя Samsung с установленным на него радиатором. Начну с самой толстой, имеющейся у меня полутора миллиметровой термопрокладки. Вырезав заранее пластинку под размер рассеивающего тепло элемента, устанавливаю ее сначала на охлад. Для наиболее плотного контакта разглаживаю пальцами. Затем, сняв оставшуюся защитную пленку, размещаю на накопитель и зажимаю стяжками. Далее, установив SSD-шку в разъем М2 на материнской плате, в операционной системе Windows с помощью программы CrystalDiskInfo прежде определяю температуру, когда компьютер находится в простое. В этом режиме по истечении 10 минут она составила 45 градусов, а создав нагрузку на накопитель путем плотинга блоков для добычи монеты Чеа, спустя такой же промежуток времени 56. Теперь возьмем прокладку толщиной 1 миллиметр и так же как в предыдущем случае, разместив ее между радиатором и SSD-шкой, а затем зафиксировав данные элементы проведем аналогичные измерения. На этот раз в режиме ожидания температура составила 43 градуса, а при работе накопителя 55. И наконец остается затестить оставшуюся у меня прокладку толщиной 0,5 миллиметра. Проведя с ней все те же подготовительные действия, в этом случае в холостом режиме по истечении такого же интервала времени температура у меня составила 41 градус, тогда как в ходе нагрузки всего 54. Таким образом в моем случае получилось, что с уменьшением толщины термопрокладки жесткий диск стал меньше нагреваться. Исходя из этого эффективность теплоотвода в незначительной степени стало больше. Хотя в данном случае не стоит упускать из вида погрешность, которая может быть вызвана внешними факторами, структурными особенностями теплопроводящего материала и ряда других. На этом у меня все, желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.